Рассказ Валентина Распутина «Сеня едет» «Как и всякого бы представшего со стороны поселенцем» Каждое просьбище имело свое употребление Говорили хорошо, и за глаза поселенец Посмеивались с издевкой в Сенином же присутствии наш орел Но как-то так получалось, что в том и другом случаях И когда похваливали, и когда насмех поднимали Относились к Сене, будто к сироте, с добродушием Был он мужик безвредный, услужливый, улыбчивый И только у Гали, у жены, вырывалось раза два или три Погубил ты меня, Сеня, такую бабу погубил Галя знала себе цену, Сене же цена была небольшая Когда-то он читал книжки, вышел из приличной городской семьи Окончил школу и готовился к жизни всерьез Но после армии понесло его по романтической части Об уроках, которые деревня знала наизусть из песни Распеваемой неоднажды нашим орлом При его продвижении к дому Ах ты, сука, романтика, ах ты, братская ГЭС Я приехала с бантиком, а уехала без Трагические эти строки продолжения не имели Сеня выдирал их из груди с такой болью, с таким отчаянием Что они пронизывали всю улицу Откашливался громко избыточным страданием И начинал сначала На пение выходила Галя И тогда оно прекращалось на середине В заморы он прибыл, разумеется, уже без бантика Не было при нем, кроме того, ни трудовой книжки, ни паспорта Не было и рубахи Его явление до сих пор не забыто Хотя и случилось оно больше четверти века назад Когда с рейсового теплохода вслед за прибывшими чинно и благородно пассажирами За руки, за ноги вынесли бездыханное тело неизвестного Бросили, как мешок, под молчаливые взгляды местного народа На берег и отчалили Вопросы Кто? Откуда? Кому? Зачем? Появились лишь после того, как белый пароход Забучивая воду Поддал жару на своем пути из Иркутска в Братск Отвечать было некому Молодой мужик со следами безуспешной борьбы с пьянством Не подавал признаков жизни До того, как расходиться Затащили его под дырявый завес Для встречающих, провожающих И оставили под надзором собак До сумерек Перебивали у него чуть не от каждого дома И с облегчением отходили Не довел Господь до знакомства И уж тем более до родства с этой пропащей душой В сумерки, чтобы не брать на себя грех На неприсмотр Заставили парней прибрать незнакомца В ближайшую баньку Которая оказалась в бане Стуковых Дело было до осени В сентябре А за два месяца до того Галя Стукова вернулась в родные заморы Чтобы после трехлетней учебы Принять от родной матери Здешний фельдшерский пункт Ей и выпало отважиться Сени Возвращая его к жизни Она первая и услышала скорбную историю его жизни Последняя страница, которая осталась за границами памяти Поехала с такими же, как он Вербованными к месту очередной работы И вот не доехала Местные ухари Только-только Начинавшие делать возле красавицы Гали Боязливые круги И охнуть не успели Как сброшенное мертвяком с парохода тело Поднялось на ноги Оделась в штаны рубаху Петра Андреевича Начальника участка И заявила, что оно Наш Орел Заявила раньше, чем Галя Петр Андреевич и Вера Васильевна Все вместе и каждый в отдельности Успели рассмотреть, что это за птица И с какой целью она Спекировала, так сказать, на их семью Галинина мама до самой смерти Не могла прийти в себя от изумления Что же это, что за наваждение Нашло тогда на них Если на глазах у не слабых умом родителей Было похищено дитё Да так похищено Что его же, похитителя Ещё и оглаживать пришлось Чтобы не позориться перед людьми Теперь Веры Васильевны В живых давно нету Пётр Андреевич Доживал век у старшего сына в городе А наш Орел Успела растерять свои перышки Усовший Потрёпанный водкой Затухающей порывистостью Он сохранил лишь одно Чистые свои голубенькие глазки На морщинистом лице Полгода назад С укоротом Леспрахомовских работ Отправленный на пенсию Сеня совершил подвиг жизни Бросил пить Пить бросил Но бодрости не приобрёл Следовало бросить раньше И всё чаще Откачиваясь от дела Оцепеневал Он по-каменному Уставившись куда-то Перед собой Без памяти И мысли И только Галя По-прежнему Красивая Прямая Выше сени С сильным телом Не разошедшая Только Галя Была хоть куда Неразношенная такая С медициной Галя Пришлось расстаться И не только Гале А всему посёлку Новые порядки Борясь со старыми Боролись и со всем Что было при старых В том числе и с людьми Отказывая им в лекарствах Полтора года назад Медпункт закрыли Сын и дочь Усени с Галей Взяв годы Не задержались в деревне И жили в городе Своими семьями Имея и от себя На перекрёст Мальчика и девочку Ради горожан Задавленных ценами Приходилось держать Большое хозяйство Две дойные коровы Две свиньи Пять овец Куриц Огород Крутижу хватало От зари до зари В сорок пять Баба-ягодка Опят А сама у себя В скотницах В огородницах Кухарках Сеня в рабочей упряжке И с рюмкой Помогал лучше Чем теперь Освободившись От того и другого Хватило Сеню Как сказали бы раньше Лихоманка Телевизор Включали редко Когда полон двор Животины И страда Подгоняет страду Не до того Чтоб пялиться В телевизор Его и в каждой избе Держали больше Для обзаведения Чем для применения А тут Сеня На беду свою Как-то нажал На кнопку Включателя Началась Эта история Когда он Еще работал Нажал на кнопку И вдруг Без всякой настройки Как там и сидела Наплыла на него Такая картина Что Сеня Попятился Сдернул он Ее с помощью Той же кнопки И Глядя Испуганно На Затмевающий экран Соображал Китай Что ли Опять балуется Одно время Было Включаешь Москву А попадаешь В Китай На оперу Сеня Для проверки Снова Толкнул Кнопку И снова Вытолкнул Зрелище Пугающее Китай Или допился Диверсия Посредству Массовой информации Или чертики До чертиков У него Однажды Доходило Но они Чертиками И оставались За границей Не переходили Тут же Сеня Заставил себя Смотреться Тут же Шла Самая Настоящая Сеня А вот Подишь Ты Куда Ударила Подмывала Проверить Видение На Гале Но Галя Когда Являлся Он Под Братским Батником Стелила Себе Отдельно Утром Сеня Прислушивался В гараже Видели Или Не видели Никто Ничего Звоночек Решил Он Второй Непростой С поворотом Нет Надо Надо Завязывать Но Сомнение Оставалось Не давало Согласиться Это самое Дело Куда Произошел Поворот Никогда Сеня На него Особенно Не упирал Никогда Оно ему Белый свет Не застилало Подержать Фольклор В мужских Разговорах Мог Но Не до затмения Мозга Ума Что-то Тут Было Не то Сеня Стал Включать Телевизор Не просто Так Чтобы Охолонуть С работы Под культурой И политикой А чтобы Поискать Следы Того Что ему Померещилось Теперь Когда он Взялся Сматриваться Внимательный То увидел Много Интересного Чего раньше Включаясь На минутку Вторую Не замечал Из леса Далеко Не углядишь Но ведь Вот он Глаз-то Пока они Жили По старинке Произошел Форменный Разворот На все градусы От указанного Раньше Народу Направления Жизни Никто не работает Все веселятся Никто не ходит Пешком Все катаются На машинах Длинные Членистые Как Вздыбленные Лохматые Гусеницы Наплодили Песеньки Которые Извивались И дергаясь Будто Под током Выкрикивают Под грохот Техники Какие-то Страсти А полумная Пацанба Огромная Продавайте Продавайте Прыгайте Прыгайте Стреляйте Война Кровь За могильные Голоса И вот Галя Взревел Сеня Галя Быстро И вскочил На встречу Где ты Чего орешь Бурноматом Что у тебя Ты погляди Галя Взглянула Сплюнула И выключила Чего Уставился На срамоту Делать Нечего Что ли Совсем Рехнулся Но ведь Показывают Не смотри Не для нас С тобой Показывают А для кого Для шибко умных Можно конечно И не смотреть Но ведь Если показывают То и смотрят Город весь Утонул В телевизоре А у него Там дети Внуки Подрастают Что же это происходит Почему стало Позволено Ведь это же Ясное дело Нет недосмотра Это политика Такая Запрягли Так и поехали Куда Не сегодня Поехали Видно Что раскатились Где ты летал Наш орел Куда смотрел Если главного Не видел Не смотри Не заметишь Как порог Подкатит Ногишом По улице Ходить заставят Нет Не мог Успокоиться Сеня Подступала Как он называл Боевая готовность Возбуждение Которое Охватывало Его К примеру В сенокоз Пока Не подобран Последний Колочок До тех пор Показалось И накатил Он мне подстроил Грубого Нас Нас головой Ноги задрали Вот она и Заголилась Механика Вот и навалились Мужики А что делать будем Не унимался Сеня А что делать Что ты будешь делать Ежели это Государственный интерес Наравне С тюменской нефтью Ежели из этой Скважины Тоже деньги качают Совсем ничего не делать Водку пить Полный Шла пропаганда Полным ходом И он в каждую Тыкал Живешь Или нет Половой жизнью А если не живешь Пора жить Это мол Полезно для здоровья Галя Кричал Сеня Ты посмотри Ты посмотри Что он несет Раньше языки За это вырезали Выключи Свирепствовала Галя Не нравится Выключи Я выключу А ведь они-то Они-то Соплюшки-то Не выключат Они слушают Верят Потом Как результат Показали Этих самых Соплюшек Которые Насмотревшись И наслушавшись Пошли по рукам У Сени Не хватало сердца Смотреть На мордашки Девчонок Как на крючок С наживкой Вытянутых Из детства Где только В куклы Играть А они уж Через такие Игры проходят Через такое Воспитание Господи Немцы Татары Не трогали Давали подрасти А тут Свои Едва Исколыбели И на растяжку А какие Это свои Разве Это могут Быть свои Но где Тогда Свои Где они Почему Как змею Горынычу Отдают И отдают Бессловесно Дочерей Своих Малых Тот С привычной Болью Выслушал Все они Сейчас Жили Как при Проличе С остывающей Болью Кивнул Ну и что Что ты Предлагаешь Протест От коллектива Надо выразить Мол Не согласны Не хотим Какой протест Куда Некуда Ничего Не стало Ты Ты что Совсем Не видишь Забастовку Устроить Детей Жи Губим Все К чертям Собачьим Губим Летит Какую Забастовку Нам ее Давно Уже Строили Не видишь Все лесом Забито Не вывозят Третий Месяц Зарплату Вам Не дают Не заметил Куда В какую щель Ты Глядишь Мне рабочих Опять Увольнять Надо И ты Пойдешь Мрачно Добавил Он Вот Список Собирайся Орел Через месяц На пенсию Отлетал Вот И вся Тебе Забастовка На пенсию Синя Ушел Но не Успокоился Он разом Как отрубил Бросил Пить Хватит В дерьме Возиться Довозились До того Что И не видим Что Оно Дерьмо Мужики Отнеслись К его Трезвости Как К очередной Просушке Перед новым Решительным Штурмом Но Галя 20 лет Умолявшая Синю Расстаться С рюмкой И давно Потерявшая Надежду На этот раз Каким-то Чутьем Угадала Вылез Мужик Вылез Но Куда Полезет Дальше Не похоже Чтобы он Собирался Успокаиваться С печалью И страхом Она смотрела На Сенина Дежурство Перед Телевизором Раздумывая Как бы От него Избавиться Сеня Съездил В райцентр Обновил Очки И Насадил Их На нос Вел Перед Телевизором Какой-то Протокол Дважды Он написал В Останкинскую Башню На одно Письмо Ему Ответили Что Принимают Его Тревогу Тревогу Пожилого Человека Воспитанного На иных Идеалах И выходило Что Ежели пожилой То дурак На второе И отвечать Не стали Но Сене Их ответы Больше Были Не нужны Просидев Неделю Над Какими-то Записями И Расчетами Он Принял Решение И Сразу Легко Свободно Вздохнул Все Вперед Еду В Москву Заявил он Галю Окатило Тебя Только Там И Не хватало Ты Посмотри Что Там Делается Посмотри Посмотреть Верно Было На что В Москве Начиналась Война Когда Услышал Сене Что Уличное Войско Из Таких Как Он Сбунтовавшихся Против Вниз Головой Вверх Ногами Но Не Строевых Не Обученных Двинулась На Останкинскую Башню Он Закричал В телевизор Сдавлено И Бессильно Понимая Что Не Услышат Не Так Не Так Подождите Вы Все Все Только Испортите Вас Же Положат Их И Положили Как Угадал Сеня Весь День После Этого Он Пролежал На диване В оцепенении Без Еды Без Питья И Слов Радио В кухне Захлебывалось Враги Народа Фашисты Штурмовики Перед Перед Сеней Проплывали Мордашки Двенадцатилетних Мам Снятых Со школьной Парты Чтобы К вечеру Сеня Успокоился И Поднялся Он Выехал Только Недавно Задержала Теплая Осень Быка По теплому Было И не Забить Пока Продал Мясо На дорогу Пока Собирался Билет На самолет Взвинтился В такую ввысь Что только В бинокль И рассматривать Можно Пришлось Переходить На железную Дорогу Но и там Не дремали И там Билет Бил уже Не по карману А по голове До сотрясения Мозгов Пришлось Сене Вернуться В заморы И вслед За быком Вывести Со двора Двух овец А остановить Его Ничто уже Не могло Едет Сеня Едет Жените